всем привет друзья с вами варчик вышел новый патч вместе с ним вышла новая итальянская ветка тяжелых танчиков что хочется сказать про эту ветку во первых эта ветка не соблюдает свой собственный геймплей вдоль всей ветки начинается она с 6 левела стэшки переходит в 7 левел тяжа и этот тяжелый танчик растягивается до 10 уровня и мы имеем не до ветку с 7 по 10 уровень где барабанный танк начинается только на восьмом левеле и продолжается до конца ветки получается что 7 левел у нас не барабанный танк просто тяжелый танчик который по своим характеристикам ничего из себя не представляет у него есть один очень хороший параметр хорошее пробитие основным снарядом все в принципе большего этого танка ничего интересного нет абсолютно не интересный проходной танчик на котором вы будете в бою просто стоять в нормальной позиции если знаете где они находятся и накидывать урон по тем кто подставляется все больше это танчик ничего делать не умеет единственное что у него еще более-менее опускается орудие и все особо лютой брони в нем нет стабилизации и хорошего сведения тоже особо нет есть альфа 240 что на седьмом левеле для тяжелого длинного здоровенного танка не особо-то много я бы сказал мало и пробитие есть все ничего особо интересного нету абсолютно никакущий проходной танк прошли и забыли и этим коры там встречает нас ветка уже как-то не очень приятно что мы имеем на восьмом левеле на восьмом уровне мы имеем тяжелый танк который по сути является неплохим средним танком он очень любит динамичные бои ездить по карте наносить урон по тем кто подставляется но это вообще не тяжелый танк на нем абсолютно невозможно играть позиционки против тяжей не хватает стабилизации и сведения чтобы выезжать из-за кучки мусора и наносить урон по врагам которые подставляются и если они смотрят на вас они вам нанесут урон скорее всего а вы нет поскольку вы будете сводиться ждать пока орудие сведется это будет очень долго враг сможет заехать и спрятаться либо вы стреляете с вертухи и вряд ли попадете неплохое пробитие основным снарядом 220 отвратительное пробитие голдой 240 в принципе к чему такое пробитие голдой я не знаю сейчас у многих прям танков пробитие голдой утяжей по 280 а то и по 300 но у нашего прокачиваемого танка 240 в принципе как для стэшки может принципе то и неплохо но хотя бы 260 и уже не так сильно мозолила глаза но 240 это прям ужас у нас на голове имеется маленький лючок который легко пробивается в лд брони нет вообще он легко туда пробивается в нлд броня есть но как танковать нлд это конечно интересный вопрос если враг глупый он вам стрельнет в нлд скорее всего не пробьет а вот если враг не глупый он будет стрелять вам в лд и будет пробивать вот все весь танк танчик прикольный в активных бодрых быстрых боях и абсолютно противный если играется жесткая позиционка против тяжей в некоторых боях вы даже скажете что этот танчик прямо вообще бомба а в некоторых боях ничего хорошего про него не скажешь все зависит от ситуации в бою и так у восьмерки девятки десятки у всех в барабане по три снаряда на восьмом уровне у нас альфа 320 всего лишь что как бы нам намекает что мы нифига не тяжелый танк на девятом уровне у нас альфа 390 на девятом левеле у нас альфа 400 и на десятом уровне 490 но вот беда в том что восьмой уровень у нас в принципе то очень близок к среднему танку и в целом играются как тяжелый средний танк ни разу не как тяж а вот пятка и десятка они вообще абсолютная и близкая и не тяжелый танк и не средний танк сейчас объясню почему как средний танк у нас вообще нет динамики и мы реально ездим как тяж а как тяж у нас нет брони девятка пробивается птшками 8 левела в лоб башни а десятка всеми одноклассниками легко пробивается в орудие и в хоботок над орудием что это за тяжи такие которые в лоб башни пробиваются и по сути танковать особо не могут при этом хп у этих танков не так уж и много на девятом левеле у нас 1850 хп а на десятом всего лишь 2000 и при этом дпм 1800 что на девятом левеле что на десятом что это за дпм такой непонятно обычно такой плохой дпм у танка у которых много брони но этих корыт нет брони и нет дпм и мобильности шикарной нет так чего на нем делать в бою а получается что на нем нужно аккуратно играть как танк поддержки и выцеживать по одной тычечки аккуратненько хоть какой-нибудь пытаться наносить урон по тем кто подставляется и мы не можем быковать вообще мы не можем играть от башни мы не можем продавливать направление мы не можем толком сдерживать направление у нас попросту не хватает дпм а любой танк который мы встретим в бою может просто приехать нас и убить потому что мы не успеем зарядить снаряды при этом казалось бы по цифрам пушка точная но нифига пушка не точная у девятки стабилизации точности сведения чуть получше чем у восьмерки но все равно не особо так комфортно у 10 уровня сведения очень быстро но стабилизации как особо не было вдоль всей ветки так особо и нет поэтому приходится сводиться перед каждым выстрелом а это мы можем позволить себе не каждый раз поскольку если мы стоим на одном месте нам легко пробить голову и вблизи мы не можем играть чтобы даже такой точности и стабилизации хватало наносить урон нам приходится играть на расстоянии но при этом мы не успеваем нигде свестись и стабилизации не хватает поэтому очень много снаряда влетит криво без урона а дпм а нет и каждый выстрел который выпущен без урона превращает бой в мучение потому что вообще нет дпм а 1800 это жесть и если сравнивать десятку эту рина черон ты с остальными барабанными тяжами то получается что хэвик это быстрый урон в ближнем бою 50b носится по всей карте может и по кемперить и приехать туда куда надо быть в нужном месте в нужное время кранваген любит играть от башни и танкует ей хорошо то что же остается рина черон ты арина черон ты это пт всратая а всратые пт в нашей игре в целом не нужны поскольку на наших картах которые есть сейчас в игре и в геймплее в который сейчас показывают world of tanks птшки практически не нужны бои очень быстрые кемперить практически некогда а карты где можно по кемперить их почти и нет нужны танки которые очень хорошо себя показывают в коридорных картах продавлю направление у них хорошая броня во лбу хорошая скорость и офигенная пушка ничего этого нет ни у кого у всей этой ветки ни один из этих танков я не рекомендую вообще для того чтобы оставлять в ангаре поэтому и ветку эту считаю что качать нет смысла если сравнивать по силе с остальными танками то рина черон ты может конкурировать там с каким-нибудь двухствольным мусором ст2 понерфленным в говно т5 хэви и с какими-нибудь убогими лт шками по типу немецкой китайской и французской это танчик сразу же как только вышел очень основательно укрепляется в самом днище и сразу является одним из худших танков 10 левела проигрывая любому тяжу барабанному и в целом он слабый на мой взгляд как минимум танкам не хватает стабилизации потому что дпм у нас маленький раз он уже маленький это типа как особенность этих танков то урон должны мы наносить стабильно и часто а мы это не можем делать и ездить по карте мы не можем потому что мы еле-еле ездим на девятки и десятки только восьмерка нормально ездит при этом скорость полета снаряда голдова где пробития побольше 325 ужасное то есть даже здесь решили нас обосрать типа ой какая имба не дай бог голдой будет нагибать и там снаряд летит так медленно что даже стрелять им не хочется не новичкам не людям которые хотят хорошие ветки качать я это не рекомендую вообще эту ветку даже начинать качать чисто для тех у кого уже все прокачано и нечем заняться в игре можете прокачать на свой страх и риск но это корыто и вся эта ветка вообще в игре не нужна и ничего из себя не представляет даже в ветке ст 2 есть какие-то прикольные танки здесь более-менее восьмерка на что-то похоже но в целом я на ней бы тоже не играл поскольку в некоторых боях на ней вообще нечего делать если вам нужны хорошие ветки с хорошими танками качайте 60тп cs63 430 у из 4 из лтшек можете выкачать колесника либо советские тест лт из птшек 268 вариант 4 ну и в принципе 50b кранвайен хэвик тоже неплохие танки и ветки в игре есть что покачайте на чем поиграть даже лучше того же самого стб 1 прокачать но этот шлак который сейчас добавили в игру это просто ужас с вами был варчик и радик красиво всем пока